И вот самый-самый-самый ответственный момент пятого эпизода и да и вообще всей игры Life is Strange. С вами Маугли и сейчас мы будем смотреть, что же будет в конце. Это концовка, я надеюсь, это концовка пятого эпизода и всей игры. Итак, у нас два варианта. Это принести в жертву Хлою, чтобы Нейтан все-таки убил ее тогда в туалете, как было в самом начале игры, в первом эпизоде. И таким образом мы спасем всю Аркадию Бэй. Или другой вариант, мы приносим в жертву Аркадию Бэй. Шторм налетает, разрушает все, но зато Хлоя остается живая и невредима. Я долго думал, что это сделать, какой выбор. Я думаю, что будет правильно, если мы спасем большинство. Большинство людей будут спасены, они получат то, что они заслужили. И Хлоя получит то, что она заслужила. Таков закон кармы. Если она должна была умереть тогда в туалете, то это должно было произойти. Никто не должен вмешиваться в эти законы. Такова была ее судьба, и это она заслужила. А жители Аркадии Бэй заслужили то, чтобы жить дальше, согласно их собственной судьбе. Поэтому мы выбираем принести в жертву Хлою. Макс, время пришло. Хлоя, Хлоя, мне так жаль. Я... я не хочу делать это. Я знаю, Макс, но ты должна... мы должны. Мы должны спасти всех, хорошо? И ты должна заставить этих ублюдков заплатить за Рэйчел. Мы были вместе эту неделю. И это... и это был самый лучший подарок, на который я даже не могла рассчитывать. Ты мой герой, Макс. О, Хлоя, я буду скучать по тебе так сильно. Я тоже, Макс, буду скучать по тебе. Я всегда... я буду всегда любить тебя. А теперь давай убираться отсюда. Сделай это, пока я не сошла с ума. И Макс Коуфилд... Не вздумай забыть обо мне. Никогда. Да, это очень сложный выбор. Все или ничего. И это первый эпизод. События первого эпизода. Сейчас мы должны сделать... Не сделать ничего, чтобы помешать убийству Хлои. От рук Нейтана. Можно только представить... Это за сложно себе представить, что могла бы чувствовать Макс в этой ситуации, когда на ее глазах... Так, спокойно, Нейтан. На ее глазах будет убита ее лучшая подруга. Нейтан в шоке. Приходит. Да, говорит, ты босс. И вот появилась Хлоя. Так что тебе надо? Надеюсь, ты проверил вообще периметр здесь. Ну давай-ка поговорим о бизнесе. А у меня ничего для тебя нет. Неправильно. У тебя дофига бабла. Начинается разборка. Они начинают выяснять отношения. Достает ствол. Так положи, положи ствол. Так не указывай мне. Мне надоело, что люди меня контролируют. Но эти проблемы будут. Стой, ты что делаешь? Все. Сейчас это произойдет. Все. Макс проливает слезы. А Хлоя проливает кровь. Лежа на полу. Женского туалета Академии Блэквелл. Но уже слишком поздно. Уже слишком поздно. Хлоя убита. И события теперь будут развиваться так, как они должны были развиваться. В этом есть определенный смысл. Потому что люди должны научиться принимать судьбу такой, какая она есть. не пытаясь вмешиваться, не пытаясь что-то изменить. Изменить то, что от них не зависит. И все эти воспоминания, да, эти события стираются. Нейтан был арестованы. Нейтан был арестован. Нейтан был арестован. Хлоя была убита. Никакой стычки между Уорреном и Нейтаном не было. Нейтан просто оказался в тюрьме. Хлоя и Макс, естественно, не воссоединились. Джефферсон был пойман, арестован. И Макс просто успокаивает родителей. И вместо Хлои, плюшевый медведь. И вместо совместных фоток, одиночество. Да, если бы я был сентименталистом, я, может быть, даже всплакнул. Но, к счастью, это не так. Шторм не пришел. Шторм не убил никого. Макс любуется закатом и видит чаек, которые летают. И жизнь идет своим чередом. Это то, что должно было произойти. И я думаю, что мы сделали правильный выбор. Пожертвовали одним человеком ради блага, ради жизней, спасения жизней. Сотен, может быть, даже тысяч людей. Не знаю, сколько здесь населения. Не успел посчитать. Мы видим такая подвеска в форме оленя, как тотемного животного на Макс. И это концовка. Судя по всему, одна из двух концовок игры Life is Strange. И после всех событий, это кладбище. Кладбище Аркадий Бэй. Да, есть местным жителям над чем сокрушаться. Столько смертей, столько трагедий произошло здесь за такой короткий срок. Кейт, Дирик, Уоррен, родители, Хлои, еще какие-то однокашники идут. Судя по всему, это похороны Хлои. Мы будем скучать по тебе. Кейт пытается успокоить их. Да как тут можно успокоить? Хлои Прайс. Надпись на могильной плите. Вместе с ее отцом решили похоронить. Да покоится душа рабыни Господней Хлои Прайс. Макс говорит священник. Она была хорошим человеком. И так далее, и так далее. Диктует какую-то заученную речь. Пусть земля будет ей пухом. И так далее. Но если мы знаем о законе кармы, а Макс знает о законе кармы, она так часто об этом говорит, значит она знает еще и о законе реинкарнации, согласно которому живое существо... Живое существо не оставляет этот мир, перерождается снова и снова. О, даже Помпиду пришел проводить Хлою. Поэтому даже несмотря на то, что тело умерло, душа получает новое рождение. И если Макс знает об этом, она не будет страдать. И вот эта самая бабочка, символ теории хаоса, которая гласит, что один взмах крыльев бабочки порождает цунами или природные казаклизмы на другом конце вселенной. Да, Макс, не расстраивайся. Жизнь наладится. Все. Похоже, что это все. Да. Эпизод номер пять. Life is Strange. Спасибо, друзья, что были вместе со мной, играли, смотрели. Это была действительно интересная история, особенно в конце. Это лихо закрученный сюжет. Очень интересным образом развернулся. Предстояло... Пришлось сделать много серьезных, сложных выборов. Принять решения, которые действительно влияли. На самом деле, впечатления от игры самые положительные. Действительно, наши решения, они влияли на развитие событий. И это здорово. Да, мы не можем, естественно, подключиться к серваку. Но здесь мы увидели количество игроков, которые выбрали тот или другой вариант. И вот и наши выборы. Да, вот Дэвид получил шрам. Во время битвы можно было сделать так, чтобы он не получил шрам. Ну, интересно. Дэвид не убил Джефферсона. Мы спасли дальнобойщика. Мы не спасли Эвана. Эван где-то был там. Я даже не видел его. Мы спасли Алису. Спасли рыбака. Мы не изменили мнение Джойс о Дэвиде. Да. Мы не рассказали правду о Ричел Фрэнку. И мы обняли Ворона. Пятый эпизод. Да, всё. Это конкретная концовка. Ну что ж. Ставьте ваши пальцы вверх, если вам понравилась игра. Если вам понравилось моё скромное прохождение. Подписывайтесь на канал. Мне нужна ваша поддержка, естественно. Пишите комментарии. Буду рад пообщаться на любые темы. С вами был Маугли. Это канал Несплей Без Мата. Маугли в космосе. Дальше мы продолжаем играть. Будет ещё много интересных игр. Много интересных прохождений. Оставайтесь на нашем канале. Пока-пока.